я наталья вы на канале с усами своими руками сезон только закончился а я уже начала готовиться к следующему активно делаю заказ растений с разных сайтов мне нравится делать заказы с осени есть большой шанс купить редкие растения некоторые я пытаюсь купить уже не первый год но надежды не теряю с осени я бронирую оплачиваю от 40 до 60 процентов как правило поставки начинается середина апреля после доставки я пересаживаю растишки в горшке даем время проснуться усиленно подкармливаю а иногда высаживаю сразу в грунт все это зависит от того какая весна покупая саженцы через совместные закупки так дешевле чем в розницу дешевле доставка нередко доставка бывает за счет продавца конечно риски всегда есть куда без них сегодня расскажу о растениях которые я заказала в агрофирме поиск там сейчас много новинок и редких растений рекомендую зайти на сайт и посмотреть поиски заказываю очень часто и за все это время наверное раза два был у меня неудачный опыт растения приходили непригодными для посадки сегодня кратко расскажу о растениях которые я заказала и основные их характеристики первая хотелка это сакура ашидоре или вишни декоративная и куст высотой до двух с половиной метров желто зелеными листьями правда сначала они будут бронзовые и махровыми бледно-розовые цветки у нее дерево живет долго более ста лет растет вишня быстро но после 15 лет прирост ослабевает а вот морозостойкость культуры наоборот с возрастом увеличивается сорт хорош еще и тем что спокойно переносит загазованность и загрязненную городскую среду застойное переувлажнение наоборот то что способно погубить вишню похвастаться красивыми крупными плодами ашидоре не может воды у нее маленькие невзрачные богатого урожая тоже не получится дождаться кислые ягоды вкус неинтересный но ведь и выращивает этот вкус совсем не для плодов вот у растения как у любого сливового костянка но из-за невыразительности и мягко это еще мягко сказанного вкуса их даже не собирают само уязвимое время для сорта ашидоре первый после посадки сезон ему потребуется регулярный полив а также осмотр который в случае болезни позволит заметить ее на начальной стадии впрочем как и для любого растения первый год его жизни взрослая вишня неприхотлива к увлажнению но в засушливый период все же почву вокруг корней обильно поливают от этого зависит пышность цветения стоит она на сайте 360 рублей в свой сад фундук или лещина обыкновенная сорт называется авелина у нее шаровидная флота форма плотная крона высота до 5 6 метров и ширина 5 метров красивая листва ароматные цветки и плодоношение листья зеленовато-серые снизу серебристые опушенные весной светло-зеленая краска летом темно-зеленая осенью желтая орешник считается ценным деревом его плоды полезные вкусное лакомство для человека и животных орешник многолетнее растение которое принадлежит семейству березовых и роду лещина он живет в среднем 80 лет своим названием растение обязана форме листьев который внешне похоже на туловище рыбы леща уникальность фундука авелина в том что цветет она до распускания первых листочков плоды растут поодиночке и группами из двух и более штук орехи в форме шара имеет длину 18 сантиметров и диаметр до полутора сантиметров цена этого растения на сайте 240 рублей в этом году в очередной раз я заказала много берез прошлом году удалось купить одну редкую красавицу березу по листу куркуре купила я кстати в поиске на канале есть у меня весенняя распаковка ссылочку на видео я оставлю в этом году я заказала три березы сколько придет не знаю первая на сегодня береза это береза карликовая golden treasure за ней я охочусь уже два года это карликовая береза формируется в тундровых районах очень густые заросли они же замечены в альпийском поясе и на моховых болотах большой популярностью пользуется маленькая береза golden treasure как и у других видов группы golden она отличается крайне медленным ростом в конце первого десятилетия жизни деревца поднимается максимум до 30 сантиметров в высоту ширина же его не превышает 70 сантиметров самые высокие экземпляры golden treasure способны подрасти до 70 сантиметров и достичь полутора сантиметра полутора метров обхвате такая культура выглядит максимально эффектно недаром ее часто берут чтобы формировать яркие акценты ландшафтов кустарник отличается желтыми листьями напоминающими кружево его ценят за повышенную декоративность и визуальную яркость сорт отличается редкостью и сильно ветвится ежегодный прирост достигает до 0 1 метра цветение происходит в мае и оканчивается с распуском листвы сорт подходит оптимально очень для солнца и полутени не предъявляет особых требований к качеству почвы отлично развивается при умеренно влажных условиях стоимость ее составляет 310 рублей еще одна березка в мою коллекцию довольно рослая береза повисла royal frost немного расскажу о виде повисок берез береза это однодумное растение то есть от свете разных полов находится на одной культуре женские плоды начинают появляться весной когда распускаются листья мужские же сережки осенью растут в пучках по одной четыре штуки во время роста сережки удлиняются в 2-4 раза цветение проходит в июне в течение 15-20 дней ветви у березы данного вида повисаны молодая поросль веток которым нет вода обычно имеет красный бурый оттенок на них находятся железы бородавочки рот березы насчитывают около 40 видов наибольшую популярность получила береза повисла саженцы этой культуры довольно морозостойки способны пережить температуру до минус 40 градусов сорт royal frost имеет крону форме пирамиды достигает высотой около девяти метров листья бородавки пурпурные с гладкой поверхностью форма рамбическая кора белого цвета молодых деревьев бронзовая береза данного вида светолюбива но допускается небольшая тень загрязнение атмосферы неустойчиво но свободно обитает на разных по составу кислотности и плотности почвы цена у нее тоже 310 рублей березка это береза повесила и крона зондика образная плакучая высота до 5 метров береза юнга хорошо смотрится при формировании ландшафтного дизайна у этого небольшого деревца прекрасные декоративные качества поэтому при приусаде на участке она никогда не останется без внимания листопадное дерево может высаживаться в одиночестве или быть участником композиции повисло и карликовая береза привита на штамбе юнги характеризуется медленным ростом за год она может вырасти примерно на 3 сантиметра наибольшей высотой культуры считаются 40 60 сантиметров ширина крона дерева обычно равна ее высоте описание растения свидетельствует о том что окрас стволы березы юнга практически такой же какой у сородичей обычно в молодом возрасте он светлый коричневый позже белеет также ему свойственно гладкость и наличие черных трещин береза юнга относится деревьям долгожителям в среднем она живет от 110 до 120 лет этот сорт березы как и впрочем другие страдают от следующих болезней вредителей гриб-тутов трутовник ведьмина метла водянка бактериальная и мучнистая роса для борьбы с инфекциям вредителями березы юнга стоит использовать специальные препараты их разводят согласно инструкции используют для периодического опрыскивания культуры цена у этого дерева тоже 310 рублей очень давно хотела в свой сад лох серебристый серия северный сад лох серебристый или гуми это листопадный кустарник по виду напоминающий дерево взрослые растения достигают высоту от двух до четырех с половиной метров в зависимости от условий произрастания в период роста ежегодно увеличивая высоту на 15 сантиметров на своей родине в китае и японии представленное растение привычная плодовая культура дерево неприхотливое она достаточно достаточно устойчиво к морозам за исключением верхней части молодых побегов древесина которых не успевает полностью созреть и на зиму вмерзает помимо эстетического удовольствия дикая маслина так ее еще называет обладает множеством полезных свойств плоды этого растения целый кладезь полезных микро и макроэлементов витаминов аминокислот и прочих необходимых человеческому организму веществ благодаря этому народная медицина широко использует лоб в качестве противомикробного антибактериального антигистаминного противопаразитарного и общеукрепляющего средства лады гуми применяют также при лечении сердечно-сосудистых заболеваний настройки эстракта из корней как успокоительное средство отвар из листьев используют при лечении простудных заболеваний лихорадки ревматизма подагры и радикулита в китае и японии на родине этого растения ягоды лоха считается плодами молодости и долголетия их применяют также для профилактики склероза все лекарства приготовленные из разных частей гуми не имеют противопоказаний поскольку не содержит аллергенов ядовитых веществ добавок ко всем вышеперечисленным достоинств это растение является прекрасными доносом цена вот у него составляет на сайте 215 рублей ну и последнее на сегодня это глициния макростахия блюмун глициния блюмун представляет собой декоративное многолетнее листопадное растение взрослая лиана может вырастать до 7 метров высоты форма соцветий довольно необычная а их оттенок зависит от сортовой принадлежности обычно цветы окрашены в нежно-голубой лавандовый синим отливом или фиолетовый цвет область горлышко цветов имеет желтый окрас соцветия собраны в небольшие гроздья и длина может достигать 30 сантиметров блестящие непарно-перистые листья насыщенного зеленого цвета и длина может составлять 30 и более сантиметров молодые листочки имеют небольшие опущения корневая система глициния довольно мощная стручковые плоды внешние напоминают бобы ночью лавандовые соцветия имеет серебристый отлив поэтому цветки и называют blue moon что в переводе с английского означает голубая луна сорт blue moon считается самым зимостойким гибридом среди своего вида такая ли она выживает даже при минус 40 градусов морозов еще одной особенность этой культуры является цветение которое за сезон наблюдается целых три раза молодые лианы неокрепшие слабой корневой системы можно пересаживать ежегодно однако стоит учитывать что цветы глицинии плохо переносит данный процесс после высадки лианы на новое место она длительный промежуток времени находится в состоянии такое если растение раз разросло сильно пересадка запрещена существует несколько способов размножения глицинии сорта blue moon самым популярным из них считается размножение воздушными отводками и при помощи черенков очень надеюсь что это красотка пополнит мою коллекцию на этом буду закругляться у меня еще есть заказы подготовлю видео обзор всем пока спасибо что смотрите подписывайтесь на мой канал доставьте лайк Продолжение следует...